Нагревальщик металла ЛПЦ-4 Магнитогорского металлургического комбината Павел Мустафин стал лучшим работником по итогам прошедшего месяца. За 20 лет трудовой деятельности на ММК он стал настоящим профессионалом, научившись определять степень нагрева слябов на глаз не хуже высокоточной автоматики. Любая машина может дать сбой, говорит он, и важно уметь не только устранять его последствия, но и предвидеть раньше электронного ока. Подробности далее. На участке нагревательных печей 4-го листопрокатного цеха горячо. За один час только одна из трех печек нагревает до раскаленного состояния 370 тонн металла. Затем слябовая заготовка идет на прокатку, в процессе которой технологические ошибки при нагреве могут аукнуться проблемами с качеством. Поэтому так важно тщательное соблюдение температурного режима в печи и других параметров. Все это в зоне ответственности нагревальщиков. Павел Мустафин начинал свою трудовую деятельность нагревальщиком на втором блюминге. Затем перешел в 4-й листопрокатный цех и успел поработать на старых печках. Сегодня трудиться стало гораздо легче, замечает он. Условия труда, конечно, заметно улучшились. То, что было тогда и то, что сейчас. Как будто, как у нас один сказал, коллега по работе, как будто мы с кукурузникой переселены на космический корабль. Вот такая вот разница. С другой стороны, говорит Павел Эльгизарович, стало сложнее в плане освоения промышленного программирования. Итальянские печи оснащены современными компьютерными технологиями, разобраться в которых новичку непросто. Но при желании можно. Главное, чтобы интерес был. Кругом автоматика. То есть это требует, конечно, повышения квалификации, более высшего образования. Мы постоянно проходим всякие курсы, повышаем квалификацию. Обучаемся уже, как говорится, на рабочем месте. Разумеется, нагревальщики не сидят всю смену у монитора. В начале смены они осматривают печь, убеждаются, что она не капризничает, что нагрев идет равномерный. А если подозревают обратное, оперативно обращаются за помощью в специальные службы. Также в зоне ответственности нагревальщиков поддержание необходимой калорийности газа и контроль за системой охлаждения. За 20 лет работы Павел Мустафин достиг такого уровня профессионализма, когда на глаз может определить температуру раскаленного сляба. Любая машина может дать сбой, говорит он. И важно уметь не только устранять последствия, но и предвидеть его раньше автоматики. Сколько раз были такие ситуации, что человек выключает из автоматического режима и сам предотвращает аварийную ситуацию. Все уважают. Он поддерживает нормальные дружеские отношения со всеми нагревальщиками. То есть, как бы вам сказать, у нас коллектив нагревальщиков – это довольно-таки сплоченная и монолитная, как бы вам сказать, структура. Потому что все работают в связке, все друг за другом смотрят, друг за друга все отвечают. И по раздельности работать нельзя. Павел Мустафин не из тех людей, кто, получая жалования, ходит на работу, скрипя сердце. Я на своем месте, уверяет он, работу свою люблю, уважаю труд коллег, уважаю металлургов и вообще всех людей труда. Ведь пока дышит комбинат, живет и наш город. Мне просто нравится очень огонь. Это моя стихия, мне нравится смотреть. Татьяна Зайцева, Влад Набиев, телекомпания ТВ.